Всем привет! Меня зовут Плеханов Владимир и я начинаю некий курс мастер-классов по моделированию в среде ЭЛИАС. Он рассчитан на людей, которые уже знакомы с инструментами, с тем, как и что делается более-менее. Ну, хотя в принципе могут осваивать в процессе. Так как у нас задание довольно сложное, я вот выбрал для объекта моделирования автомобиль Lexus LFA. Сразу скажу, что автомобиль это не самая простая вещь и если кто-то, допустим, чувствует себя не уверенно, то лучше начать, как говорится, с кошек. То есть моделировать какие-нибудь мелкую ерунду, там типа пульты для телевизора, телефона, не знаю, фен, все что угодно по мелочи. Автомобиль достаточно трудный, тут своя специфика, поэтому этот урок, ну, как бы найдет своего пользователя. Хотя рекомендую посмотреть всем. Вот, это будет такой некий, как это принято называть, work in progress. Вот, работа будет выкладываться по частям, то есть я буду делать и выкладывать в сеть. Стараться там сводить как-нибудь более-менее, ну, чтобы все это по-прилейшнему выглядело и всем было нескучно. Вот, надеюсь, что он будет кому-нибудь полезен. Вот. Ну, погнали. Вот, как видите, у меня есть чертежи. Вот, проекция боковая, вверх, вид сверху, спереди, сзади, все как обычно. Чертежи у меня векторные, не очень точные, насколько я понял, но это, в принципе, не особо важно. Вот. Вот. Моделирование по чертежам имеет свою специфику, поэтому, как бы, это совсем не то, что, если бы мы моделили по скану, скану поверхностей трехмерном, трехмерному облаку точек, поэтому, как бы, как есть, будет вот такая вот вещь. Я думаю, многим будет интересно. Ну, в общем, прежде всего, нам нужно натидать сетку кривых. Сетка кривых занятие достаточно утомительное, поэтому я вот буду потихонечку делать. Вот. Мы убираем, создаем кривую и придаем нужные формы. Допустим, начнем с крыши. Берем, ставим на какую-нибудь степень. Вот я недавно пробовал четвертую, нормально, вполне подходит. Вот. Сразу скажу, что у меня, естественно, нет никого готового Lexus, поэтому я все делаю, вот, как вы видите, на экране вместе с вами. Ну, постепенно будет что-нибудь получаться, я думаю. По крайней мере, на это надеюсь. Если честно, я давно не моделировал по чертежам, поэтому посмотрим. Все должно быть круто. Без этого никак. Вот. Вот берем кривые вот так вот, потихоньку находим форму. Заодно сейчас вот расскажу про распределение точек. Контрольные точки, в принципе, в хелпе написано, если кто читал, кто знаком с теорией сплайнов немножко, то там четко написано, как они должны располагаться, какая логика в расположении. В общем, эти контрольные точки не расставляются просто так. Они должны стоять строго в определенной, как бы, подчиняться определенной топологии. Нельзя просто понатыкать их, придать сплайновую форму какую-то нужную и забить на все. Они должны стоять достаточно правильно. Если они будут стоять хорошо и красиво, то и результат получится хороший и красивый. Вот. А если мы поставим их, как Бог на душу положит, то и результат будет соответственный. Вот. Что-то как-то тут не сходится маленько с чертежами. Так. Ну и, конечно же, очень хорошо иметь побольше фотографий Лексуса. Было бы даже неплохо его посмотреть в живую, если есть возможность. Ну, в живую я его не видел. Только в Gran Turismo. PlayStation. Так. Ну ладно. Пускай пока так будет. Вот. У нас две кривульки. Теперь мы на виде сверху придаем форму. Теперь мы попробуем соединить их поверхностью. Так. Для этого мы, наверное, все-таки используемся для начала скином. Инструмент Surface. Скин. Просто соединяет две кривые. Вот. Получается такая штука. Отлично. То, что нужно. Удаляем у нее историю. Нужна будет. И выравниваем ее относительно оси симметрии. Вот. Видно, что точки немножко разъехались. Придется их чуть-чуть вручную, так сказать, им помочь. Вот. В принципе, немножко похоже на полигональный моделинг в чем-то. Но своя специфика и, в принципе, кажется, все совсем по-другому. Иногда приходится вот так вот руками пошаманить. Ну, и почему бы и нет. В принципе, если мы хотим добиться хорошего результата, то желательно все как бы контролировать максимально, то есть поменьше автоматизации, побольше аккуратного ручного моделинга. Так, ну вот, смотрим крышу. Гладенькая, ровненькая, все как надо. Теперь немножко простык. Вот видно, что эпюра слегка ломается сзади, вот особенно наглядно. Поэтому берем слайд и тащим точки куда-нибудь так вот. Нет, ну там. Так, здесь еще есть настройка чувствительности. И вот так вот аккуратненько, раз, одну точку сделали, второе вниз. Чтобы крыша у нас была как бы без воплощения в середине. Потому что его видно, а когда вот все гладенько, тогда совсем другой результат. Все это видно, так или иначе вылазит. Ну вот, нечто похожее на крышу. Примерно так она и делается, в общем-то. Вот, крыша достаточно простой элемент. Проще-то особо и некуда. Ну, будем считать, что... Пока что мы ее оставим. Пускай она стоит, кривой те остались. Не забываем, конечно, сохраняться. Вот, а в целом, конечно, это так вот, крышу я сделал. А по большому счету нужно накидать, конечно, линии кривых, сетку кривых. Вот, это муторный процесс. Просто вот, нужно все вот эти чертежи оцифровать, чтобы они представляли собой в 3D-сеточку. Вот, я это не буду записывать. Просто потом покажу результат. Так, продолжим, друзья. Вот, видно, что я накидал пару кривых. Крышу там подшаманил, чертежи немножко, чтобы они симметричнее были. Точнее, не симметричнее, а сходились друг с другом. Потому что они разъезжались. Ну, не суть важна. Сейчас я покажу, как делать колесные арки. По уму. Ну, по крайней мере, я всегда так делаю. Или стараюсь сделать. Если время есть. Если времени нет, делаю, как бог на душе положит. Вот, берем, делаем квадратик. Масштабируем его. Вот, примерно вот так вот. Делаем дегри 2 на 2. В принципе, это должно хватить. Вот, у нас есть проекция сзади чертежек. Ну, соответственно, мы вот плоскость эту поверхность, точнее, пытаемся подобрать примерно. Ну, там плюс-минус. Вот. 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 Получается какая-то такая штука. Подвернутая под углом. Вот. Вообще, по автомобильным нормам, есть некий сектор над колесом, который должен быть закрыт. для прохождения сертификации. Вот. У меня его сейчас нет. Но, в принципе, как бы, поэтому вот все арки, они наклоненные слегка. То есть, ну, чтобы грязь не летела и, в общем-то, все понятно. Вот. Так. Из передней делаем аналогичную ситуацию. Берем Ctrl-C, Ctrl-V. Двигаем ее туда. И смотрим. Так. Включаем чертежик спереди. В принципе, они на этом лексусе почти одинаковые. Насколько я понимаю. Ну, черта не видно. Ну. Примерно как-то так. Может быть, чуть-чуть ее там подшаманим. Вот. И у нас получилось две такие поверхности. Если зашейдить, будет видно. Вот они как раз примерно середину колеса и закрывают. все, что... Как бы... Так. Ну, как-то вот так вот. В общем-то. Ну, вот. А теперь, чтобы сделать поверхность класса вокруг арки, чтобы все было красивенько, нам нужно сделать кривую. мы берем круг и фигачим его. Увеличиваем. Увеличиваем. Так. Так. Чертежи, кстати, к слову, не очень хорошие. Ну, в общем-то, лучше ничего. Так. Потом круг надо повернуть. Надо повернуть. Чтобы вот эта вот точечка оказалась внизу, чтобы мы сейчас могли его отрезать и попробовать заребилдить, перестроить. Берем инструмент резания и вот тут вот Alt зажимаем или режем. Это нам не нужно. Вот это вот нам нужно. Теперь нам нужно из этой кривой сделать что-нибудь человеческое и красивое. пробуем сделать дегрессивный. Спан 1. Но не очень, конечно, хорошо. Вот так еще хуже. Так. Тогда, тогда. Сделаю. Ну, пускай будет так пока. Ну, и, в общем-то, пытаемся придать ей какую-нибудь форму более-менее культурную. Такими вот нехитрыми манипуляциями.